МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зонтария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Лео и Тик теперь на Абгазском. Российский анимационный мультсериал продублирован на государственный язык. 45 школьников из Сухума, Гагры, Гудауты и Ачинчиры. Номинантов конкурса «Культурный код» наградили в Сухуме. Маленькое чудо может совершить каждый. Стартовала акция. Новогодняя акция добра. Ашанатла. Премьер-министр Александр Анква подписал распоряжение о мерах по усилению контроля по охране хвойных насаждений в целях обеспечения воспроизводства охраны и защиты хвойных насаждений от самовольной рубки в период проведения новогодних праздников Государственному управлению лесного хозяйства Госкомитету по экологии и МВД поручено усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки хвойных деревьев в едином государственном лесном фонде, парках, скверах и их незаконной реализации. К нарушителям будут применяться предусмотренные законодательством Абхазии меры. Контроль за исполнением распоряжения возложен на Госуправление лесного хозяйства, Госкомитет по экологии и МВД. О внешней политике. В Дамаске состоялась встреча министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзенба с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Аль-Асадом. Инала Ардзенба передал самые теплые пожелания от имени президента Республики Абхазии Аслана Бжания. Президент Сирийской Арабской Республики принял приглашение посетить Абхазию. В следующем году стороны выразили поддержку специальной военной операции, проводимой Российской Федерацией на Украине, осудили действия и попытки США по развязыванию конфликтов на Ближнем Востоке, в Закавказье, а также других регионах мира. Стороны отметили усилия России по формированию более справедливой системы международных отношений, усилению тенденций многополярности в глобальной экономике и политике. Президент Башар Аль-Асад заявил о том, что приложит все усилия для расширения признания государственного суверенитета Республики Абхазия странами арабского мира. Кроме того, министр иностранных дел Инала Ардзенба ранее в Дамаске встретился с премьер-министром Сирийской Арабской Республики Хусейном Арнус. Стороны обсудили актуальные аспекты двусторонних отношений и международной повестки, а также он встретился с представителями Абхазо-Абазинской и Черкесской диаспор в Сирийской Арабской Республике. Делегация Народного собрания парламента Республики Абхазия участвует в 4-й международной конференции «Роль взаимодействия фракций, политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ». Председатель Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам депутат Беслан Халваш выступил на конференции, рассказав о волонтерской деятельности в Республике Абхазия и международном сотрудничестве в гуманитарной сфере. В рамках программы конференции запланированы встречи во фракциях Госдумы и посещение Центрального музея Великой Отечественной войны. В парламенте Республики Абхазия состоялась встреча спикера Лаши Ашуба с уполномоченным по правам ребенка в Республике Абхазия Мактиной Джинджолия. Обсуждались актуальные вопросы деятельности в области защиты прав ребенка. Одна из тем была связана с реализацией законодательных инициатив в сфере защиты детства. Джинджолия рассказала Лаши Ашуба о проделанной работе и накопленном опыте по защите прав и улучшению условий жизни детей, проживающих в Абхазии. Участники встречи условились продолжить дальнейшее сотрудничество парламента и аппарата уполномоченного по правам ребенка в Республике. В парламенте рассмотрели законопроекты, предусматривающие увеличение пенсии. Члены Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны рассмотрели проект закона о внесении изменений в закон Республики о персональных пенсиях в Абхазии. При его принятии с 1 января 2024 года увеличиваются пенсии инвалидов Отечественной войны народа Абхазии первой группы и инвалидов первой группы, получивших тяжелейшие ранения, увечья при защите Родины в мирное время. Далее депутаты обсудили проект закона о внесении изменений в закон о повышении размера пенсии отдельным категориям пенсионеров, направленный на повышение размеров пенсии с 1 января 2024 следующим категориям пенсионеров инвалиды Отечественной войны народа Абхазии, первой, второй, третий групп, семьи умерших инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, семьи погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Между тем, с начала 2023 года по 1 декабря на выплату пенсий, пособий и доплат направлено 1 миллиард 177 миллионов рублей, что на 15,6 миллионов рублей больше, чем в прошлом году, рассказал Апсенпресс председатель пенсионного фонда Денис Гулария. За аналогичный период 2022 года было выплачено 1 миллиард 161,5 миллиона рублей. Паспортное управление МВД Абхазии приступило к персонализации бланков общегражданских паспортов и видов на жительство. 12 декабря текущего года закончена модернизация отдела персонализации паспортного управления МВД. Специализированные принтеры-персонализаторы после пуска отладочных работ введены в эксплуатацию. Оборудование было приобретено и прошло программную модернизацию на технических площадях обслуживающей компании в Москве, после чего служебным автотранспортом доставлено в Абхазию. Также приобретены расходные материалы к специализированным принтерам. Граждане, ожидающие к выдаче паспорт гражданина Республики Абхазия и ВНЖ, будут приглашаться в территориальные подразделения паспортного управления МВД для получения документов. В результате проведения оперативно-профилактических мероприятий с 8 по 12 декабря текущего года сотрудниками МВД обнаружено и изъято 70 аппаратов по добыче криптовалюты. Смотрите материал пресс-службы ведомства. Территориальными подразделениями МВД Абхазии в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий с 8 по 12 декабря текущего года обнаружено и изъято 70 аппаратов по добыче криптовалюты. В подвале дома по улице Абазга в городе Гагра сотрудниками УВД по Гагрскому району совместно со службой государственной безопасности и РУП Черноморэнерго обнаружено 4 майнинга аппарата, принадлежащие Тарсман Надарию Заканбевичу. Аппараты по добыче криптовалюты изъяты и складированы в помещении районного отдела СКБ Абхазии. Также в городе Гагра сотрудники районного управления внутренних дел реализовали оперативную информацию, в результате чего при осмотре чердачного помещения дома по улице Лахоба совместно с сотрудниками службы госбезопасности Абхазии отдела по борьбе с контрабандой таможенного комитета Республики специалистами Черноморэнерго были обнаружены 7 аппаратов по добыче криптовалюты, помещенные в шумоизоляционные блоки. Оборудование изъято, проводятся мероприятия по установлению владельца вышеуказанных аппаратов. Майнинг-ферма на 8 аппаратов по добыче криптовалюты обнаружена сотрудниками уголовного розыска и милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по Гудаутскому району в селе Хепстам. Аппараты, принадлежащие Чамагу Осману Баталовичу, демонтированы и изъяты. В селе Адзюбжа сотрудниками отдела внутренних дел по Ачимчирскому району совместно со службой государственной безопасности госстандартом Абхазии обнаружили и изъяли 51 аппарат по добыче криптовалюты. Оборудование принадлежало Абшицба и Сидоруну Кзаровичу. Минпросвещение состоялось в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба. В торжественном мероприятии принял участие вице-президент Бадра Гунба. В своем выступлении он поздравил сотрудников Министерства с юбилеем и зачитал поздравительный адрес от имени президента Абхазии Аслана Бжания. Репортаж с торжественного собрания к столетию Минпросвещения смотрите в нашем эфире. Номинантов конкурса «Культурный код» наградили в Сухуме 13 декабря. Мультимедийный конкурс и одноименный марафон «Культурный код» проводил для абхазских школьников Северокавказский федеральный университет совместно с Союзом журналистов Абхазии и Минпросвещения. Подробности в репортаже Элеоноры Гелаян. Конкурс был направлен на популяризацию русского языка, литературы и культуры в мире, открытие культурного кода Абхазии и воплощение его в современных медиапроектах «Объединение молодежи двух государств». По словам зав. кафедры журналистики СКФУ Андрея Горбачева, еще в 2022 году преподаватели кафедры журналистики читали лекции по медиаобразованию для школьников и учителей. Тогда же появилась идея провести мастер-классы для учащихся и сделать это в формате марафона. Лучшие из созданных медиаматериалов были представлены на Международный молодежный конкурс мультимедийных проектов «Культурный код» в четырех номинациях. Первая номинация – это «Русские в Абхазии», о людях, которые что-то значимое сделали для республики. «Культурный след» об истории, о зданиях, о людях и так далее. Потом «Маршруты Абхазии» и была, конечно, еще спецноминация «Творческое решение». Как выяснилось в ходе выполнения проекта, дети настолько талантливы, и учителя даже об этом не знали. Оказалось, что они могут читать стихи. Они сами пишут, сами читают, они создают мультимедийные карты, они записывают, все это соединяют. Я думаю, что мы только не спровоцировали, а подтолкнули их к созданию хорошего контента. Но… Нет, сочинения не было. У нас все номинации включали именно медийную работу. То есть они должны были создавать медиа-контент. В студии, радио, они записывали подкасты, это отдельное, да. Отдельно были видеоблоги, учились снимать, как держать камеру, ну и так далее, да. И отдельно была интернет-журналистика. Создавали, рисовали карты и делали их мультимедийными. Возглавлял жюри председатель Союза журналиста в Абхазии Руслан Харшик. По его словам, поддержать подобный творческий конкурс среди школьников ему было важно в первую очередь, исходя из собственного жизненного опыта. Где-то лет 50 назад, вот в вашем возрасте, выдачи учеником 5-6 класса, мой дядя Николай Чехович Руслан Харшин периодически мне рекомендовал, пиши о пошкольной жизни, пиши о событиях, пиши о мероприятиях, которые у вас там в школе происходят. Поучился я в Городянской облице-интернате, в Сандрюбске сейчас. И вот так я начал писать, сотрудничать с детским журналом «Анцемс» и газетой «Обстанавщик». Вы знаете, я с большим удовольствием вот сейчас это вам рассказываю. И для меня это письмо с редакцией за подписью «Дядя Жена», который я получил в редакции в ответ на мои заметки, которые я посылал в редакцию, я до сих пор помню. И вот сейчас удовольствием вам об этом рассказываю. Потому что все, что потом произошло, выбор профессии, я думаю, что здесь есть прямая взаимосвязь. Я поэтому с удовольствием поддержал. Девятиклассники из Гагарской средней школы номер 2, Эмилия Кукускерия и Самир Вартанов в рамках проекта учились делать подкасты. К нам приехали гости из Северного Кавказа, Федерального университета. Все происходило по такому темпу. Нас распределили по классам, и мы попали в класс мультимедийного гида. И нас Олег Андреевич обучал, как настраивать аппаратуру, редактировать голос и все. Да, мы участвовали в мастер-классе мультимедийного гида. И мы редактировали наше звучание, наши голоса. И я со своим партнером рассказывала легенду о происхождении Абхазии. Спасибо огромное им за то, что они дали нам проявить себя и понять свои интересы. Всего номинантами конкурса стали 45 школьников из Сухума, Гагры, Гудаута и Ачимчиры. В актовом зале первой школы Сухума торжественно наградили детей и учителей, которые помогали проектам воплотиться. Элеонора Гелаян, Торни Камичба, Абаза ТВ. Стартовала самая новогодняя акция «Добра» Ашан Ацла. Ее организаторы – культурно-деловая платформа ГУМА и благотворительные организации Ашана и Кераз. Акция осуществляется при поддержке Сухумского офиса Детского фонда ООН. Смысл ее в том, чтобы каждый житель Абхазии получил возможность исполнить желание подопечных двух фондов. Подробности в репортаже Марья Анны Котовой. Ашан Ацла, то есть чудо-дерево, находится на культурно-деловой платформе ГУМА. Его украшает 450 журавликов. За каждой из бумажных птичек закреплено письмо ребенка с самым заветным желанием. Любой желающий может прийти за журавликом и взять на себя исполнение этого желания. Это совместная инициатива двух благотворительных фондов и культурно-деловой платформы ГУМА. Она проходит при поддержке Сухумского офиса Детского фонда ООН и МСФ. В прошлом году впервые стартовала. И в этом году мы с большим удовольствием продолжили эту замечательную традицию. Эта акция объединяет тысячи, десятки тысяч, надеюсь, людей. Она заключается в том, что подопечные двух фондов, фонда Ашана и фонда Керас, пишут свои новогодние пожелания. И люди, которые их читают и забирают журавликов из елки, исполняют желания каждого подопечного. Второй год подряд акция проходит на ГУМе. В этот раз организаторы еще тщательнее подготовились к тому, как все будет проходить. От изготовления журавликов до исполнения желаний. Для нас очень важно, что финальное мероприятие, мы отбираем тех детей, у которых самые необычные желания. И исполняем их таким образом, что, например, если ребенок просит даже какую-то игрушку, то он получает гораздо больше, чем то, что он хотел. И вот это финальное мероприятие в этом году мы тоже готовим красивым, интересным и много сюрпризов. И еще для нас очень важно, что командами было принято решение, что это не просто разовая акция, а что она станет ежегодной. Представители коммерческих организаций, депутаты, просто обычные люди и дети пришли в день открытия акции, чтобы выбрать желание, которое они хотят исполнить для маленьких подопечных фондов «Ашана» и «Керас». Сегодня мы не могли пропустить. Пришли сюда, взяли с удовольствием письма. Надеемся, исполним желание этих деток, потому что в каждый дом должно прийти ваше собственство. Каждый ребенок должен получить свой заветный подарочек. Ну и, конечно же, всем хотим пожелать и деткам, и взрослым здоровья, мира над головой, добра и всего самого наилучшего. Часто в письмах дети просят о простых бытовых вещах, и те, кто наблюдал за тем, как проходят новогодние благотворительные акции, уже не могут оставаться в стороне. В прошлом году, к сожалению, мне не удалось поучаствовать в этой акции. Я дала себе обещание, что если в следующем году она повторится, я обязательно на нее успею попасть. Главным мотиватором стали письма, которые я уже видела в интернете. И когда ребенок просит на Новый год подарить ему набор фломастеров или теплую одежду, мне кажется, это многое говорит о нашем обществе и о сегодняшней ситуации. Мне кажется, такие акции, они очень важны. Это то время, когда мы можем помочь нашим детям почувствовать, что мечты могут исполняться. Это первое. Во-вторых, мне кажется, что такие акции должны проводиться не только на Новый год, и помогать друг другу мы должны не только на Новый год, а как можно чаще. В акции Ашан Ацла принимает участие целые классы. Но все же 450 писем – это довольно много. И поэтому организаторы призывают всех, у кого есть возможность и желание сделать подарок ребенку, подопечному Ашану Эликиарас присоединиться к марафону исполнения желаний. Вчера к нам обратилась 10-я школа, 7-й класс. У нас их классная руководительница Аршба Лима Павловна позвонила, сказала, чтобы мы обязательно отложили, так как они не могут посетить сами сегодняшнее мероприятие. Ну вот, это очень важно – показывать такой пример добра в таком возрасте, как в 7-м классе. Я хочу, чтобы мы не затягивали, чтобы акция закончилась быстро, успешно и всегда служила хорошим примером. Много журавликов с чудесного дерева разлетелось в день старта акции. Но до 18 декабря есть возможность прийти на Агуму и выбрать своего. Затем подарок нужно будет отнести в один из фондов – Ашану Эликиарас. А 26 декабря здесь же пройдет финал самой доброй новогодней акции. В рамках лектория столичного центрального выставочного зала состоялась открытая лекция живописца декана факультета искусств АГУ Нукзара Логуа. Художник рассказал о своем творческом становлении, о разных этапах развития изобразительного искусства и отметил их особенности. По завершению лекции студенты АГУ задали художнику интересующие их вопросы. Вот внимательно посмотрим, где более фигуративные вещи появляются. Вы можете заметить, что там заложена пластика античная в совершенстве линии формы пластики. И я называю, многие другие называют художники, в 20 веке уже это пластика Айстрида Майора скульптуры. То есть выглядел в внешней форме Борис Мин Майор единственный скульптор, который по-новому вдохнул новую жизнь античной туле-пластики. В скульптуре в 20 веке одно из центральных мест занимает такой английский скульптор Генри Му. Вот три кита, да, скульптуры 20 века — это Агюстраде, Аристин Майор и Генри Му. Эти три человека определили дальнейший ход вообще развития скульптуры. Видеоверсию открытой лекции Нукзара Лугу смотрите в ближайших эфирах телеканала. Российский анимационный мультсериал «Лео и Тиг» продублирован на абхазский язык. Премьерный показ прошел в среду, 13 декабря, в Абхазской государственной филармонии. Автор дубляжа — народный артист Абхазии Вячеслав Аблоти. Дубляж мультсериала профинансирован Государственным управлением Абхазии по государственно-языковой политике. Почему выбран именно этот мультфильм и какие еще будут переведены на абхазский язык, рассказывает Анастасия Неконова. Сегодня главные гости — Абхаз Госфилармонии «Дети». В зале шумно и радостно все ждут начала показа анимационного мультсериала «Лео и Тиг». На русском языке ребята уже смотрели этот мультик, а вот на абхазском увидят впервые. Автор дубляжа — народный артист Абхазии Вячеслав Аблоти отмечает, российский анимационный мультсериал «Лео и Тиг» выбран не случайно. В сюжете заложены важные вещи, такие как взаимопомощь, доброта и победа над собственными страхами. Почему мы это выбрали? Потому что они очень мудрые, очень воспитательные и очень увлекательные и с большим юмором. Команда звукорежиссеров двое была. Один запись, другой монтаж. Там же нужно русскую речь убирать, фоновые шумы оставлять. Это другой режиссер, это Анри Гумба у нас постоянно этим занимается. «Лео и Тиг» далеко не единственный мультсериал, который дублировала киностудия «Абхазфильм» при поддержке государства. Управление Абхазии по государственной языковой политике. Как отмечает начальник ведомства Гунда Квитиня, за несколько лет на абхазский язык переведены знаменитые мультфильмы. «Рапунцель», «Ширек», «Холодное сердце», «Итальянская комедия», «Закону тут не место» и другие фильмы. «Коршук создает фонд «Абхазфильм» и «Абхазфильм» из «Абхазфильм» и «Абхазфильм» из «Абхазфильм»… Работа над дубляжом. 11 серий мультсериала «Лео и Тих» длилась 6 месяцев. Как отметила Гунда Квицине, ожидания оправдались. Мультсериал переведен и озвучен качественно. Коллекция продублированных мультсериалов на абхазский язык уже настолько велика, что можно и нужно создавать детский канал мультиков, персонажи которых говорят на государственном языке, убеждена Гунда Квицине. Сотрудничество Государственного управления Абхазии по государственной языковой политике и абхаз-фильма по дубляжу мультфильмов и фильмов будет продолжена, отметила Гунда Квицине. Так что и детей, и взрослых ждут интересные премьеры на абхазском языке. Анастасия Никонова, Инала Гухава, Абаза ТВ. На нашем канале продолжение нового телевизионного проекта общественной организации ОПЕИПШ-21 и телекомпании Абаза ТВ. Это образовательная телевизионная программа для школьников ШАЙ ХАЙЦАПЬЕ. В течение трех месяцев еженедельно по четвергам мы предлагаем вашему вниманию чтение рассказов сказок из учебников по абхазской литературе в актерском исполнении. Сегодня вашему вниманию сказка из учебника по абхазской литературе пятого класса «Согласие» читает сказку актриса Абхазского драматического театра заслуженная артистка Республики Абхазия Майя Джикерба. Телепроект смотрите после выпуска новостей. День в истории. 13 декабря 1988 года в Сухуме в Абхазской госфилармонии прошел первый учредительный съезд нового демократического общественно-политического движения, который вошел в историю как народный форум Абхазии Айтглера. На процесс формирования нового объединения патриотических сил Абхазии большое влияние оказало письмо, написанное представителями интеллигенции и общественности страны в адрес ЦК КПСС. Создание Айтглера базировалось на концепции объединения общества. В то же время оно несло в себе идею протеста, несогласия с попранием основных прав и свобод абхазского народа. Полномочный представитель МИД Республики Абхазии в ФРГ Хибла Амичпе по приглашению Российского дома науки и культуры приняла участие в вечере, посвященном 95-летию со дня рождения выдающегося писателя Чингиза Айтматова, который прошел в Российском доме науки и культуры в Берлине. В мероприятии также принял участие посол России в Германии Сергей Нечаев. Он отметил, что наследие великого писателя Айтматова является частью всемирного культурного наследия, а его произведения переведены более чем на 180 языков мира. Спорт. 15-16 декабря в детско-юношеской спортивной школе города Гудаута имени Михаила Чачба пройдет международный турнир по вольной борьбе на приз мастера спорта международного класса, чемпиона Европы и СССР Раша Хутеба. Соревнования будут проводиться среди спортсменов 2007, 2008 и 2009, 2010 годов рождения. В турнире примут участие спортсмены со всех районов республики, а также из городов России и стран СНГ. Главный судья, судья международной категории Вячеслав Багаев. Внимания, воды не будет. Водоканал столицы сообщает, что в связи с ремонтными работами в четверг, 14 декабря с нуля до 18.00 будет прекращена подача питьевой воды в районах города Сухум. Новый район, массив Гумиста, улица Эшба, старый поселок, вокзал, центральная и нагорная части города Вием, рынок Маяк. Сейчас о погоде. В четверг, 14 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью, временами дождь, разной интенсивности в горах снег, днем без осадков. Атмосферное давление повышенное, ветер умеренный. Температура воздуха ночью от 5 до 10, днем от 9 до 14 градусов. Температура морской воды 14 градусов, волнение морской воды умеренное и значительное. Относительная влажность воздуха от 70 до 90 процентов. На этом выпуск завершен. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова